Итоги года. С наступающим светлым будущим. Часть 1. От летающих мультиков до дружбы народов. Подошел к своему завершению 2018 год год, в течение которого вы, наши уважаемые читатели, были вместе с военным обозрением. И на фоне предновогодней суеты и традиционных закупок ингредиентов для селедки под шубой и оливье наш творческий коллектив решил подвести итоги уходящего года. Просим не судить строго, не делать попыток искать сколько-нибудь серьезное в итоговой статье. Все самое серьезное и самым серьезным образом мы с вами и вы с нами обсудили в течение года и в других версиях итогов военно-технических, экономических, геополитических. Сегодня позволим себе новогодний вариант, так сказать, для поддержания праздничного тонуса и оказания всесторонней помощи дорогим нашим и любимым Деду Морозу со Снегурочкой. А ведь вы прекрасно знаете, как нелегко сегодня приходится на отдельно взятой части слушать им сказочным персонажам, коих пытаются который год декоммунизировать те, кто сняв свое исподнее, так и не получил обещанных европейских кружевных трусеков. Вон, уже и памятник голубой руке установили, предварительно вырвав с корнем другого дедушку Ленина. Что ж ты будешь делать? Дети все равно продолжают писать письма именно Деду Морозу и Снегурочке, ожидая исполнения желаний и новогоднего волшебства. Мультики полетели. В общем, сказки, волшебство, мультики. Кстати, слыхали же, мультики в России полетели. Сначала «Союзовый мультфильм» запустил «Кинжал», потом поставил на опыт на боевое дежурство «Пересвет», а под конец года устроил партнером полное в гостях у сказки с полетом «Авангарда» от Оренбуржья до Камчатских сопок. А, помните, еще год назад продвинутые эксперты в области военной анимации ставили однозначные оценки Сергею Шойгу за мультипликацию. «Сказали, твердая пятерка, за реализацию неут со всеми вытекающими». Но Сергей Кужугитович и не через такие ЧАЭС в своей жизни проходил, чтобы давать повод и дальше кормить хомячков, особенно забу горных, непривитых. Провел вакцинацию знатно. Цифиль тоже обозначил через Юрия Борисова кто, говорит, любят, так же как и русские, «быструю езду милости просим, 27 махов полного и безудержного дрифта». После этого где-то скукожилась на холодном декабрьском ветру одна система ПРО. И стала этой системе совсем не весело. И ведь как точно подгадали с названием «полная девеселу». Партнерам остается только окончательно допилить и дорезать бюджет, чтобы обстановке соответствовало и другое название Редзикова. Допилить, дорежут, сомневаться не приходится. Военное приложение, но пилить и резать бюджеты хотят не только заокеанские наши обожаемые друзья. Своё волшебство хотят поиметь и известные киевские волшебники, руками водители. При этом в медицинской карте коллективного украинского больного появилась новая запись Керчь. То был, дорогие друзья, прорыв года, когда флотская армада двинулась на покорение Азовского моря, но заблудилась в территориальных водах Российской Федерации. И в итоге Христофоров Колумбов, искурировавших поход СБУшников, не случилось. Хлопчики дружно обозвали себя военно-пленными и устроились в уютных камерах. Привет от Нади Савченко, макароны по-флотски, русское радио, письма домой пишут, всё чинно. А дом это военное положение, которое как бы было, но которого как бы не было. Больше даже военное приложение. Так прикладывались, что чуть наступление Нового года не простоканили. Тем более, что военное положение на Украине, оно же в горе, и в радости. С одной стороны, нужно же за моряков, за которых изначально хотели не чокаясь, но российские пограничники спутали планы украинских верховных. С другой стороны, нужно и за Варфоломеевскую ночь, то есть остоканиться за грядущий Томас, который является собой удивительнейший пример автокефалии Киевско-Стамбульская церковь и его превосходительство офицера турецких вооруженных сил в отставке. В общем и целом, полная и безоговорочная слава Украине. Ещё бы не слава, с 32% теневой экономики и это только по официальной статистике. Всё растет, всё ширится. Хотя, братцы, об экономике и у нас либо хорошо, либо ничего, кроме правды, как говорится. А правда она такова, рост ВВП в 1,8%, а рост зарплат, как сказали в правительстве, небывалый, феноменальный, фантастический. Насколько фантастический, что среднестатистический россиянин уже лососятину вместо атлантической сельди под шубу кладёт? А будем всё вместе, как говорят, в среднем жить ещё лучше. Для того и проводится пенсионная реформа, чтобы каждый отдельно взятый пенсионер буквально на себе почувствовал настоящий праздник. И не только пенсионер все почувствуют. На тысячу рублей только, поговаривают, уж губу-то раскатывать не нужно, ибо тысяча это опять так и в среднем, а не поимённо. Ну, анекдот о средних голубцах, когда одним телятина, другим капуста, все прекрасно знают. В общем, живём при капитализме, Дед Мороз соврать не даст. Не нравятся общие состояния экономики в кармане, возьми кредит. Кстати, 2018 год стал рекордным за всё последнее время по выдаче ипотечных кредитов. Набрали мы с вами, дорогие соотечественники, аж на два с лишним триллиона рублей. А ожидают от нас с вами возвращения уже 4-5 триллионов. Капитализма, она такая. К социализму, всё равно говорят, возврата нет, потому привыкаем. Акулы оппозиции на выборах. На выборы, конечно же, всё ходили. Помните те, которые в марте были? В смысле, какие выборы? Ну те самые, когда из альтернативы предлагались акулы оппозиции в лице, например, Владимира Вольфовича. Ещё одной акуле тогда решили припомнить, как она почём зря обманывала старушек в совхозе имени Ленина. На клубнике разводила рабочих и крестьян, домик где-то там под лозаной построила не по ГОСТу. Сейчас о ленинских старушках с экранов телевизоров уже не вспоминают, но оно и правильно нечего драгоценные минуты эфира у украинских экспертов отнимать. Акула своё дело сделала в океанариуме и показали, а потому можно обратно в свободное плавание. Международная дружба. Весь год с нами активно дружил Израиль. Дружил бы, как говорят наши израильские друзья, ещё более активно, если бы не Хизбала с Хамасом. Если, говорят, вы ИГИЛ, тот самый, который в России запрещён, победили, то давайте-ка вслед за американцами по домам, под Кургск, Омск и Хабаровск. А мы, говорят, будем защищать наши национальные интересы, на которые посягает Иран. Мы, говорят, санкции против вас не ввели и сельдерей и прочие дары сельхозугодий поставляем, а потому бомбили, бомбим и бомбить будем Сирию из Ливана. А виноват кто? Ну так осад, естественно, кто ж ещё? Этому осаду вообще палец в рот не клади. Сколько он там уже и американских президентов и израильских министров обороны пересидел и скольких ещё пересидит? Вот. И как-то даже уже и демократия сирийская вроде бы не в опасности, и катарский газопровод не особенно нужен на фоне победоносного американского СПГ. В общем, лишь бы только не Иран. С Новым Годом, наши израильские друзья! Ждём от вас новогодний подарок военному обозрению в наш музей международной дружбы, а то ведь у нас израильских комментариев на сайте на порядок больше, чем комментариев Трюхана на Россия 1. Эх, а сколько ещё поудаляли модераторы. И о Газе. Что там было о Газе? Ах, да. С новогодним приветом выступил Газпром Северный поток 2 реализуется, как принято говорить, по плану. Европейцы уже считают выгоду. На Украине скачут. А кто не скачет, оно известно, кем является. И ведь Меркель, какая всё-таки украинофобка, ну хоть бы разок подпрыгнула. Так нет. Её, понимаешь, армия украинская от агрессии уже, почитай, пятый год защищает, а она с Путиным за руку. От Путина цветы принимает. Может, в архивах немецких найдётся ещё и её пропуск в штази? А то вон в Латвии всех переписали, так оказалось, что и облаку упасть негде или агент КГБ или сочувствующий. И как с такими-то фактами усиливать восточный фланг НАТО? А в целом год был переполнен самыми разными событиями. Следующая порция во второй части нашего предновогоднего выпуска. Часть 2. От твёрдого моста до жидкого Брексита. Вы чьих будете? Решение об отстранении Олимпийского комитета России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, что подразумевало и автоматическое отстранение сборной, МОК принял 5 декабря 2017 года. Недопущение команды РФ объяснялся допинговым скандалом. Однако спортсменам дозволили участвовать в соревнованиях под нейтральным, олимпийским, флагом. На церемониях награждения звучал не гимн России, а олимпийский гимн. Это было первое в истории отстранение государства от Олимпиады за допинг. Высказывались разные мнения по поводу участия нейтралов в этой Олимпиаде. Мнения противоположные, многие из них вызвали скандалы и скандальчики в сети. Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, к примеру, следующее. Если эти спортсмены с самого начала готовили себя к Олимпиаде не в стране, не за деньги страны, без помощи тренеров нашей страны, если они готовили себя как независимых специалистов, то, пожалуйста, они могут выступать под любым флагом хоть радужным. А если это люди, которых тренировало государство, вкладывало большие средства в их подготовку, то тут возникают вопросы. Еще жестче высказался другой депутат, Евгений Федоров. Если человек принимает личное решение о том, что он будет выступать не под флагом страны на международных соревнованиях, то понятно, что он является для этой страны предателем. «Никаких сомнений нет. Представьте, что я военный полковник, и сменю флаг. Как это будет называться?» Иначе думает Мурат Карданов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. По его словам, в России разговорами пытаются разделить людей на патриотично настроенных и не очень, и патриоты должны оставаться дома, а те, кто поедет стартовать, перестают быть патриотами. «Я считаю, надо ехать стартовать», — резюмировал спортсмен. Аналогичное мнение и у Александра Тучкина, двукратного олимпийского чемпиона по гандболу. По его словам, люди посвящают спортивному ремеслу всю свою жизнь, а потому им надо выступать на Олимпиаде, тем более что некоторым дается шанс стартовать только однажды. Черту под этими высказываниями как бы подвел президент Путин. Он тоже напомнил, что многие из спортсменов шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни, и заявил, «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве». 23. Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года. Российские атлеты не отказались от участия в них и соревновались без родного флага и гимна. Две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых медалей и 13-е место в итоговом медальном зачете. Таковы достижения этой команды. Военное обозрение помогло. Следующим спортивным событием года был Кубок мира по футболу. На военном обозрении к чемпионату готовились заранее. Да-да, мы не оговорились, на военном обозрении. Нет-нет, мы не пинали мяч. Наше дело наше слово. Мало кто верил, что сборная РФ не запутается в собственных ногах. Но вышло так, что она показала почти что волшебные результаты, пусть матчи и не закончились полной победой. Возможно, в грядущем светлом будущем, о котором стране не устают напоминать мудрые власти, сборная будет выигрывать все Кубки мира. Пока же минувший мундиаль, пусть он и не принес спортсменам победы, стал настоящим событием года. Чемпионат мира запомнился рядом побед сборной России, а также комическими мемами, среди которых самым запоминающимся является, пожалуй, левая нога Нага Акинфеева, прозванная в сети Ногой Бога, на домашнем чемпионате подопечный АЭС. Черчисова дошли до четвертьфинала. Впервые в своей истории. Вот почему это достижение и записано в события года. Пока многие болельщики предрекали команде сокрушительное поражение на первых же встречах, военное обозрение поставило себе целью максимально взбодрить футболистов и, заметим, безо всякого там допинга. Точность удара по мячу, говорилось в материале, посвященном грядущим победам российских спортсменов, приводит к повышению градуса дружбы народов, а число засчитанных голов прямо пропорциональной скоростью укрепления спортивного братства. Товарищи болельщики! Вославим же сборную будущих победителей. Команду непревзойденных бомбардиров, роковых форвардов и непробиваемых голкиперов. Редакция военного обозрения поддержала сборную России, отправив ей через интернет горячий позитивный настрой. И сборная не подвела. Злобные критики поперхнулись хот-догами и пролили пиво на штаны, наблюдая победу за победой и, наконец, выход в четверть финала. Многие из тех азартных болельщиков, что ставили денежки против российской команды, эти денежки потеряли. Самый длинный мост в Европе и России. Мост через Керченский пролив соединил Керченский и Таманский полуострова. Его считают самым длинным мостом в Европе, а также в России. Последняя, правда, где-нибудь на Западе добавляется с оговоркой, если, мол, считать Крым частью России, а не Украины. Автодорожная часть этого гигантского моста была запущена в 2018 году, а движение поездов откроется в наступающем 2019-м. Железнодорожные опоры были готовы еще в ноябре. Масштабная стройка доказала, нынешняя Россия, как бы ее ни клеймили разнообразные партнеры и их не менее разнообразные помощники, столь сложные задачи вполне по плечу. И, как справедливо указывает обозреватель В. Кузовков, в данном случае задача была сложной технически, и политически, строить мост пришлось в условиях санкций, с минимальным привлечением иностранных фирм и технологий. Все насмешки недругов обратились против них. В сетях и в заграничных СМИ чего только не писали, от отсталости России, которая не в состоянии без западных технологий возвести столь сложный объект, и до очередной Потемкинской деревни якобы не мост это настоящий, а декорации Мосфильма. Когда же говоруны убедились в реальности моста, пошли заявления о треснувших опорах и провалах грунта. Кончилась эта говорильня Советом Украине из Братской Америки, мол, неприятный для Украины вопрос с возведенным мостом мог бы решить бомбовый удар с минимальным числом жертв. Привести такой план в действие Киеву присоветовали не из Белого дома, а из газеты «Вашингтон». Экзамена. Автором идеи был журналист Том Роган. К счастью, написал мистер Роган, у Украины имеется средство для нанесения ударов с воздуха по мосту с тем, чтобы сделать его непригодным, по крайней мере, временно, для эксплуатации. Отчего журналист так разошелся? По его мнению, крымский мост довел правительство РФ почти до банкротства и стоил казне миллиарды долларов. Но теперь он является дорогой в Крым, закрепляющий официальное физическое и психологическое присвоение украинской территории. Без сомнения, это историческая стройка. Стройка не года, но века. По-видимому, даже такие оголтелые критиканные боевики, как мистер Роган, признают это. Кстати, президент Путин находит главными событиями года как раз открытие Крымского моста и проведение чемпионата по футболу. Где у него кнопка? Весна 2018 года выдалась жаркой для крупнейшей соцсети мира Фейсбука. Уже и раньше люди планеты, участвующие в этой сети, беспокоились по поводу гуманоида по имени Марк, ведь переписку с пользователями в соцсети ведут непременно роботы. Да и сам Марк частенько ведет себя так, будто он неживой биологический организм. Появление мистера Цукерберга на людях стало очередным аргументом в пользу всей гипотезы. В апреле мир потряс фейсбучный скандал с утечкой данных пользователей. Дошло до того, что Цукербергу пришлось выступить перед американскими сенаторами и кое-что объяснить. Его, можно сказать, с пристрастием допросили персоны из юридического и торгового комитетов. Речь шла о фейковых сообщениях в сети, которые распространяют враги, а компания мистера Цукерберга почти что им, врагам, не противостоит. В ответ бесстрастный, как Кеборг, Цукерберг, поерзав на черной спецподушке под задницей, которую, подушку, многие наблюдатели сочли внешним аккумулятором, признал. Да, компания недостаточно сделала для предотвращения использования фейсбука во вредоносных целях. Недостаточно касается всего, и фейковых новостей, и поддельных учетных записей, и вмешательства русских в американские выборы, и защиты пользовательских данных. Было похищено более 50 миллионов записей о личных данных. Все эти провалы Цукерберг публично признал большой ошибкой. Примерно так же оценил бы это и персонаж Шварценеггера. Тоже, кстати, робот. Неудивительно, что действия М. Цукерберга оказались слабыми и недостаточными. Их можно назвать механическими. Трудно вообще сделать что-то основательно, когда рассчитываешь на одних только роботов. Особенно если имеешь дело с врагами, которые являются живыми людьми и мыслят не шаблонами и трафаретами. Словом, материал, из которого изготовлен отец-основатель Фейсбука, нуждается, как нам думается, в тщательной проверке. Проверить его могли бы, к примеру, специалисты из Гуантанамо. Обещаю обещать. Недавно, в ноябре, товарищ Путин подтвердил, что на повестке дня правительства РФ по-прежнему стоит задача по созданию 25 миллионов новых рабочих мест, и сказал про большие планы. По-видимому, у кого-то за границей велика зависть к такого рода свершениям будущего. А может быть, велико желание взять пример с выдающегося лидера. В мае 2018 год мистер Трамп подписал соглашение на поставку Саудовской Аравии вооружения на общую сумму 110 миллиардов долларов. Также речь шла об оборонных контрактах на десяток лет вперед на 350 миллиардов долларов. По этому поводу Трамп даже станцевал в Рияде и в привычной увлекательной форме повторил свои мартовские обещания о создании новых рабочих мест в США. Ведь оружие то сделают американцы, не китайцы. Однако, как любезно напоминает сайт вести.экономика со ссылкой на американские источники, сие соглашение заслуга не Трампа, а Обамы, переговоры по контрактам начала его администрации, а основные пункты стороны согласовали еще в мае 2017 год и документы были подписаны на продажу вооружений всего на 14,5 миллиарда дол. И почти 100 миллиардов зависли у Трампа. Неудивительно, что Трампу приходится и плясать, и увиливать от трагического инцидента с журналистом Джамалом Хашоги, жестоко убитым 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Иначе конкретных контрактов Трампу не видать как собственных ушей, и все его бодрящее заявление о миллиардах и рабочих местах окажутся пшиком, а б х. А. Обама будет над ним смеяться вместе со всей демократической партией. И с Хилари Клинтон, которая скажет самое громкое в жизни в АУ. От соглашений с саудитами до полноценных контрактов лежит весьма долгий путь, такие тонкости дельцы знают во всем мире. До создания рабочих мест в США путь еще более долгий. И поэтому Д. Трамп, по-видимому, подражая коллеге В. Путину, пока остановился на стратегии обещаний и светлого будущего. В марте 2018 год, ведя беседу с принцем Мухаммедом Бен Салманом, президент Трамп сказал, что соглашение с Эрлиадом даст США возможность создать в стране 40 тысяч рабочих мест. В октябре число пока не созданных рабочих мест существенно выросло. Рассуждая о заказе на 110 миллиардов долларов, над которым он, Трамп, упорно трудился, он заявил, что это самый большой заказ из когда-либо сделанных, и это даст 450 тысяч рабочих мест. Обещанное увеличилось, как видим, более чем на порядок. Спустя несколько дней он округлил число рабочих мест до полумиллиона. Минуло еще двое суток, и появились новые материалы об убийстве Хашоги. На этом фоне Трамп возвестил о будущем создании в США 600 тысяч рабочих мест. Дабы еще большего удушевить американскую общественность, на другой вечер мистер Трамп поведал публике, что впереди у страны более миллиона рабочих мест. Ссылка. К моменту исполнения майских указов Путина, как мы полагаем, Трамп, если он останется президентом, будет обещать не менее 25 миллионов рабочих мест. Правда, в США не наберется столько безработных. Впрочем, повысить в стране безработицу задача, которая вполне по силам политическим эквилибристам вроде Трампа. Раздувание ВПК спустя годы непременно оканчивается ростом газдолга, новой безработицей и экономическим спадом, а то и кризисом. Салсберецкие лингвисты, Петров и Баширов сотрудники ГРУ, слетавшие в Британию, дабы отравить парочку скрипалей, иностранная версия. Петров и Баширов туристы, посмотревшие на Салсберецкий собор со шпилем, оторвавшиеся в Лондоне, а в ГРУ никогда не работавшие, версия Петрова и Баширова. Как было на самом деле, мы не знаем, ибо не следовали за Петровым и Башировым по пятам, знаем другое. Эта парочка внесла в 2018 году вклад в лингвистику, популяризовала некоторые имена существительные и прилагательные. Петров и Баширов сделали так, что слова шпиля токсичны стали словами 2018 года. В ноябре проректор по науке Государственного института русского языка им. А. Пушкина Михаила Сачий назвал шпиль словом года. Слово шпиль до 2018 года было одним из относительно редко используемых. В 2018 году оно стало одним из самых популярных. На его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Баширова в Салсбери. Ранее составители аксфордского словаря назвали словом 2018 года прилагательное «токсичный». Таким-то вот образом оторвавшиеся салсберецкие парни повлияли на частоту использования некоторых слов в русском и английском языках. Твердый Брексит превратился в жидкий. В декабре 2018 года Джон Кампфнерфте «Карриен» высмеял Брексит, затяжной выход Великобритании из Евросоюза, чей финал намечен на март 2019 года, приправив свое мнение немецким юмором. В Британии, напомним, юмор кончился, явный признак того, что вы на дне. Это когда немцы начинают шутить над тобой в прайм-тайм, и это получается смешно. Немецкие юмористы высмеивают Терезумой. Она хочет выйти из ЕС, но не может выйти даже из своей машины. Брексит, жесткий Брексит, мягкий Брексит, жидкий Брексит. Уйдите уже хоть как-нибудь. Мы, русские люди, помним, как отжигал в 2016 году товарищ Медведев, неумышленно создавая мемы для соцсетей. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Пока американец Трамп берет пример с Путина, европейцы подражают Медведеву. Если где-нибудь в Германии немец встречает англичанина, он наливает ему пиво, отламывает половину сосиски и, похлопывая по плечу, говорит, вы держитесь там. Дорогие читатели военного обозрения, от Владивостока и Курил до Пскова и Калининграда, от Харькова до Витебска, от Хайфа до Берлина, от Софии до Брюсселя. Все, кому важны эти страницы, кто давно посещает сайт ВАИ и кто пока чувствует себя новичком, не путать с известным веществом. Завершая сей продолжительный обзор и подводя итоги уходящего года, мы поздравляем вас с наступающим новым 2019 годом. Военное обозрение это одна большая читательская семья. Несмотря на споры и критику, на слегка подогретые и совсем горячие обсуждения новосты и мнения экспертов, мы все остаемся большими друзьями. Вместе мы преодолеем любые трудности, а разногласия утопим в бокалах с советским шампанским, не путать с рекламой. Дед Мороз, с которым заключила соглашение редакция ВО, не путать с соглашением Трампа с аудитами, гарантирует, что военное обозрение будет и далее радовать вас интересными материалами и свежим взглядом на события России, планеты и космоса. Пришло время поднять бокалы, друзья. Чокнемся же, не путать с психиатрическим жаргоном, и услышим хрустальный праздничный звон. Здоровья нам, терпения, радости и удачи во всех начинаниях и продолжениях. Уран. 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 Уран.